Продолжение следует... 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 Аминь. Ядущий путь своей пищи кровь твоей нежелищности. И так ростая новая жизнь за многих издеваемого оставления всех этих людей. А мы хотим жить. И так ростом. 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 а а и и и и и и и и и а и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 Итак, всегда радуюсь, непрестанно молюсь за все, благодарю за все, ибо такова во мне воля Божья. Субтитры делал DimaTorzok Духа не угощаюсь, пророчества не уничижаю. Все испытываю, все испытываю, хорошего держусь, удерживаюсь от всякого рода зла. Субтитры делал DimaTorzok Да, да, да 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 Бывающий Меня, Который сотворит Ее. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, давайте продолжим размышлять на Словом Божьем. И откроем фламя. Представляем. Сейчас вторая глава. Дворога и старая. Торжествуйте, пойте вместе разваленные росталины осенью. Пишу Господь за вас. Купил все росталины. Господь говорит нам, что мы торжествовали и пели вместе. Что это за разваленные росталины? О каких разваленных господь говорит? Бог символизирует церковь, да? Дворога и города. Иерусалима. То есть мы и осенье есть. Ну, вся церковь, собственность, есть этот город Иерусалим. И в Откровении Церковь. И в Откровении Церковь Богородского написано, что он, исходящая от Бога из неба, город, Новый город, Иерусалим, исходящая от Бога из неба, как невеста, украшенная для множества этого. А мы и церковь, что предстоит невеста из неба из неба. И эта невеста, она, ну, здесь написано, разваленная Русталимом. То есть Иерусалим, он погрешил очень сильно, и Бог наказал, да? И разрушил этот город. И теперь он говорит, что в Откровении Церковь, то есть уйти разваленная Русталима, то есть даже если твоя жизнь развалилась полностью, если тебе нет никакой надежды, казалось бы, что нет никакой надежды, что всё разрушено, жизнь моя разрушена, у меня нету ничего, вот, вся моя жизнь поломана. Вот, Бог даёт нам надежду. Он послал Своего Сына. Родился младенец Иисус Христос, Мессия, Спаситель мира, который спасёт людей, своих от грехов их. И вот эти грехи, они разрушили этот город, да? Наши грехи, они разрушают нашу жизнь. И поэтому Иисус Христос пришёл для того, чтобы искупить нас от наших грехов, да? Чтобы избавить нас от наших грехов, отчистить нас от наших грехов, которые разрушают нашу жизнь, разрушали нашу жизнь. Слава Иисусу, что Он пришёл и разрушил власть греха, власть смерти в нашей жизни тех людей, которые уверовали в Него. И написано, «Ибо утешил Господь народ Твой». Почему надо так же вставать и радоваться? Почему нужно спеть вместе? Потому что утешил нас Господь. Мы сейчас только что пели, что Ты наш утешитель Дух Святой. И мы славим Тебя всей душой. Ты наш утешитель Дух Святой. Вот Господь, Он нас утешает. И Он искупил Иисус Христос, Он искупил нас от наших грехов. Вот почему нам нужно так же вставать. Вот почему нам нужно спеть вместе. И естественно Господь восстанавливает силы нашего разрушенного города. То есть силы нашей жизни. Он все восстанавливает. И Верно Богослово, Верно Богослово, Верно Богослово, потому что это новый город. То есть это будет новый город. Бог дает все новое. Он говорит, все творит, все новое. Вот. И те, кто во Христе, это новая тварь. Время все прошло, теперь все новое. И наши древние тела, они тоже изменятся. Вот. И станут новыми телами. Библия говорит о том, что наши тела преобразятся в образ, в тот образ, который дал нам Господь. У нас будет слава небесная нашего тела. И слава земная нашего тела. Иисус приходил к ученикам на воскресшем теле, и у него была слава. С этого тела была слава земли. То есть такое тело было, как у человека у него. Вот. Когда он приходил уже после того воскресенья к ученикам. Ну, это было тело нестоверное. Вот. И которое может проходить сквозь стены, появляться в любом месте. Вот. Это было прославленное тело. Вот. Это было видимое тело. То есть они могли его трогать. Иисуса Христа сам ел с ним, сел с ним, общался с ним. То в том же теле он возьмется, облако скрыло его видов. Он возьмется в небо. И когда я, Богослов, увидел уже Иисуса Христа в другом обличье, то есть это была слава небеса уже. И Библия описывает Иисуса Христа уже в другом обличье. Это слава небеса. То есть когда мы будем на земле, вот, у нас будет такое тело, как у людей. Когда мы переходим на территорию неба, вот, там уже совсем другая слава нашего тела будет. Иисус, там описан для нашего Богослова, что очи его, как пламени углевают, белая, как волна. У многих его подобных алкалила на раскаленных свече. Вот, он приспал поясным, вот, ну, поясом. Вот, внизу с его острым меч. Что-то такое невероятное. Что-то такое непонятное для нашего ума земного. Вот, и слава будет другая система. И Господь говорит, что Он восстанавливает, чтобы мы радовались. Чтобы мы развалины, радовались, потому что Бог дает все новое. Слава Иисусу, слава нашему Господу, что Он попал в сына Своего. И мы благовествуем, говорим всем о том, что придите, люди, примерьтесь с Богом. Вот. Получите надежду и жили с освященными. Аминь. То есть все люди спасаются. Как только ты принимаешь Иисуса Христа, как только ты призываешь Его имя, а ты спасаешься. И Библия говорит, что призывет имя Господня Святого. Ты можешь призвать сегодня имя Иисуса Христа. Сказать со всеми меня Господь. И Он тут же придет и запишет свое имя в книгу жизни. Свою книгу жизни у Агрица. Слово Боже говорит, что не был записан в книге жизни, чтобы он был брошен в воде Ровного. Ну вот. Поэтому очень важно знать точно, записано ли свое имя в книге жизни у Агрица. Агрица – это Иисус Христа. Он заклонен за нас. На кресте. Библия говорит. Называет его Агрией с большим духом. Потому что он добровольно пошел на крест. Он не возмущался. Потому что почему его казнили, если он был невиновен. Он просто шел молча на крест. Умирает за наши грехи. Вот. Поэтому его назвали Агнис Большой Бухой. Он будет на троне во веки вечные. И этот трон его выше небес. И мы славим его. Мы верим, что Господь Иисус Христос – это Бог, пришедший воплотить на эту вершину землю, чтобы спасти нас, несчастных, ничтожных грешников. Вот. И благодаря Твоему, что здесь было, когда мы принимаем Твоему Христа в свою жизнь, то мы уже не ничтожество. Мы становимся детьми Божьими во Христе Иисусе. И мы становимся наследниками Божьими, наследниками Иисуса Христа. Все, что принадлежит Богу, принадлежит нам. Все, что принадлежит нам, принадлежит Богу. Мы заключили с Богом новый завет на Его крови, на крови Его Сына. Когда люди заключаются между собой и завет, и делают какую-то клятву, они проливают кровь. Вот. И Бог заключил с нами, с всем человечеством, новый завет. На Его крови, где Он клятву обещает не гнилость и не корять нам на наши грехи. Потому что на тех не гнилость, которые не гнили этого Сына, который приняли его в своей жизни. Вот. Получили сортения. Но тебе еще нужно получить жрелье восхищенное. Что значит жрелье восхищенное? Это значит награду. То есть, Бог не желает, чтобы мы просто приняли это как Христа и на этом вся наша вера закончилась. Он желает, чтобы мы развивались духовно, росли духовно и имели жизнь восхищенной в жизни. И Бог желает нас восхищать, чтобы мы восхищаем. Вот. И поэтому нужно ходить в церковь, молиться, читать Слово Божие, и узнавать за Любовью, что Он хочет в своей жизни. Вот. И поэтому нам нужно, чтобы Он, Господь Иисус, полностью захватил всю нашу жизнь. Это нужно для нас. Мы хотим жить успешно за христианской верующей жизни и получить все обещания, которые в Библии описаны для детей Божьих. То есть, мало того, что тебя зарегистрировали и записали фамилию, что ты такой-то, такой-то, например, Петель Звонов или Айона Сигарова. Вот. Этого мало. Нужно, чтобы еще тебя кормили, одевали, заботились о тебе, растили тебя, воспитывали себя. И Бог желает, чтобы ты воспитывался в жизни Божьей. То есть, нужно жить, учиться жить по законам Церства Божьего, а это возможно не только в Церкви. Внутри Церкви, вне Церкви. Вот. Вне общения, засветения, ответить невозможно. Вот. Поэтому Бог желает, чтобы ты получил жреби за священными. И жреби за священными – это значит для награды. То есть, как ты. Вот, когда ребенок подушный, вот, то родители его хвалят, покупают, может, если подарки. Вот. А когда он не растет, он больной, они только его лечат и мучаются с ним. Вот. И поэтому, кто больше радуется у Небесного Отца, вот, и опять, если ему взаимной любовью, то он уже начинает служить Господь, он начинает ходить в церковь, начинает свящаться, он начинает служить ему, ждать Бога. Вот. И твоя жизнь станет насыщенной и полной, полноценной. Вот. В Христе Иисусе ты будешь знать, что ты достойный человек, что ты будешь чувствовать себя просто человеком. Вот. И достойным звания нашему Небесному Отцаму. Мало просто принять в церковь листам и, как сказать, остаться ребенком, за которым никто не ухаживает, он просто подвинет и все такое ребенок. Вот. И поэтому нам нужно, нужно стремиться. Вот. Отвещаться. Ученики Иисусу спрашивают, кто больше в церковь Небесном? И они хотели один сесть по праздниству, но в его церковь его поделываются, что он в церковь Небесном. Видите, они уже делили там, ясно, на Небесном. Вот. То есть, мы должны получить жеребными, священными. То есть, каждый христианин должен знать, кто является на Небесном. То есть, где ты там будешь, с кем ты там будешь, с кем ты являешься, кто ты есть для Иисуса. Насколько близкие твои отношения к Небесном. Аминь. 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 Давайте продолжим размышлять. Исайя 9-6. Исайя 9-6. Ибо младенец родился нам, и он дал нам. Исайя 10-7. Исайя 9-6. Исайя 10-6. Чудный. Он сын. С большой буквы. Он чудный. С большой буквы. Он же советник. С большой буквы. Он же бог крепкий. Спещерная писания говорит, что он бог крепкий. С большой буквы. Он же есть отец вечности. Он же этот маленький отец нашим детям. Вот. Отец вечности. Он же есть князь мира. Как большой буквы. То есть Иисус Христос пришел разрушить дела дьявола. Нас учили, что дьявол это князь этого мира. Вот. И когда пришел Иисус Христос на эту землю князю этого мира, то есть князь мира, который с вами зовут и катанам. И мать мне очень сильно не понравилось. Вот. Потому что он пришел до него место. Вот. Этот маленький младенец. Он царствует бог богов и господь господь свящий. Господь царствует. Господь не знает, что наполняет его. Он царствует бог богов господь господь свящий. И земля – это подножие ног его. И земля – это небо престола его. Вот. И Господь, он пришел разрушить дела дьявола. И царство божие сидеть уже на земле. Пришло непринятным образом. Вот. Дьявола здесь очень мне нравится. Он ненавидит сверху. Он ненавидит всех верующих. В козне творится всякие разные. Вот. Но мы все преодолеваем силы возведившего нас. Аминь. Церковь – это действие оалий в пустыне этого Великого Мира. Поэтому приходите в церковь, приходите в Царство Божие. Учитесь жить по законам Царства Божьего. Иисус пришел разрушить дела дьявола. Церковь – это дом Бога. Вот. И когда мы приходим в церковь, мы приходим к Богу. Мы приходим к церковь Божью. И это царство Божие на земле. Царковь – это царство Божие на земле. Мы представители царства Божие на земле. Каждый верующий, каждый христианин для этого царство и священство. И всем народом, взятым, взятым, взял Бог, взятым, взял Бог, дабы возвещать совершенство, переживавшего нас в чудной судьбе. И Господь, Он нас спас из того, чтобы мы служили Ему. Он спас нас для служения Богу живому истинному. Если ты спас, то Бог спас тебя для служения Богу живому истинному. Потому что всю жизнь мы были поддержаны радостом, грехом. То есть радостом. Мы работали на дьяволе. Мы служили дьяволу. Но как только мы приняли Христа, теперь мы служим другому Господину. Мы служим Иисусу Христу. Он – князь мира. Иисус Христу говорит о том, что Иисус Христу – это маленький младенец, который, конечно, не остался маленьким младенцем, но он вырос до 33-летнего возраста, умер на наши гречи, и возьмет открытие мертвых, и возьмешься на небеса. И теперь мы ожидаем новых решений из Иисуса Христа, князя мира. Вот. Князь мира с большой буквы. То есть Иисус Христу пришел уничтожить Патану, и он есть царь на всей земле. Не только царь на небесах, но и царь на всей земле. Все. Эта земля – территория Бога. Вот. Мы просто завоевываем территорию для Бога. Мы изгоняем землю, разрушаем белое дьявола. Это мы можем сделать через молитву, через общение с Богом, через личное отношение с Богом. Когда мы пойдем к Богу, когда мы убираемся, так сказать, почему оно рождество. В духовном мире, так сказать, оно разрушается. У людей начинают открываться глаза, а не духовные. Они начинают видеть, где истина, а где ложь. Здесь мало тех средств, куда мы научимся. Люди начинают видеть. Вот. И поэтому, во церковь не идут только по одной причине, потому что люди больше любят тьмы, нежели здесь. Потому что они возлюбили свои грехи. Вот. Почему они возлюбили свои грехи? Потому что катана их обманывает. Вот. Потому что наслаждение можно получать у Бога. Вот. И подделок подсовывает всякий дуракат и подделку. Потому что человек мог утешить себя. И получить какое-то временное, вольховное наслаждение, которое убивает тебя. То наслаждение, которое Бог дает, оно нас убивает, оно нас поднимает, оно нас укрепляет, оно нас поднимает, оно нас обновляет нашу жизнь, нашу молодость. Вот. Чем дальше ты от греха, тем дальше ты от смерти, от болезни, от проклятия в своей жизни. Чем ближе ты к Богу, тем дальше ты от греха, от проклятия, от болезни и всего злого, что есть в этом мире. Вот. Поэтому давайте будем приближаться к Богу. Катя Александровна. Отвечать Слово Владимиром. Изгонять дьявола, разрушать депрессию, разрушать умение, разрушать всяких духов нечистых, все болезни разрушать. За имя Иисуса Христа. Потому что Бог дал нам власть. Наступать над ним, как и у нас, и на всю свою вражу. Он дал ничто не повредить вам. Аминь. Катя Александровна, глава 13 ст. «Избавившего нас от власти Своей, избежавшего так, чтобы любимого Сына Своего». Аминь. Библия говорит о том, что Господь, Он уже взял нас в царство. Библия на вас Сына Своего. Он избавил нас от власти. То есть избавил нас от власти Сатаны. Мы уже на Него не работаем. Мы уводим. Вот. Святая Дыма уже его сделала, не работает. У нас новый текст работы дает. Мы рабыли Сыса Христа. Откуда мы дети, Он ничем не отличается от работы. Но когда мы уже вырастаем духовно, Бог доверяет нам в царство. Мы можем царство. И Бог желает, чтобы мы царствуем на земле. Библия говорит о том, что Он сделан нас реальными священниками. Мы будем царствовать на земле. То, чем мы сейчас сами занимаемся. Потому что изгонять беда, изгонять беда, разрушать его мы, разрушать его дьявол. Это тоже наше служение Богу. Вот. И в этом есть царство. Наше царство здесь на земле. Потому что мы с вами дети Божьи. У нас живет сам Иисус Духом Святым. И Он заповедовал нам. Чтобы мы царствовали. Царство Божьим именем пришло непринятным образом. То есть оно внутри каждого верующего человека. Оно внутри нас. Если ты впустил это за Христа в твою жизнь, если тебе живет Святой Дух, значит в тебе имеет Бог. Он у тебя имеет в Душе, в сердце и в твоем теле. Аминь. Но если ты говоришь, что у меня в душе Бог. Но ты говоришь, например, ругаешь там тех начальщик, ругаешь там тех власти. Говоришь, что таких вот плохих людей, как ты считаешь, нужно убить. Был такой случай у меня на этой неделе. И женщина начала говорить, что Бог должен быть в Душе. Вот. И сказала, что нужно поубивать всех. Разрубить их. Разрубить их. Убить. И всех уничтожить. Вот таких вот людей. Которые воруют, обворуют нашу страну. В общем, она имела в виду тех, кто в ОВА находится. Я же, например, говорила, что нужно благословлять начальщик, молиться за них. Вот. И, в общем, молиться за начальщик нужно. И упрекнула ее в том, что она вот так вот ругает начальщик. Я сказала, что нужно молиться за начальщик. И она сказала, что Бог в Душе. Я думаю, навряд ли у человека, который хочет всех убить, ей Бог в Душе. Потому что Бог не хочет никого убить. Бог, наоборот, пришел для того, чтобы никто из нас не убить. Но чтобы все обочли в покаянии и познаниях. Если в тебе есть Бог, ты не скажешь так. Вот. И Иисус говорит, каким судом судите, таким и вы будете судимы. То есть такой человек, он говорит, что у него Бог в Душе, на самом деле, у него в Душе Бог. Вот. И поэтому, если ты говоришь убить всех, разрубить, начать, уничтожить таких людей, которые тебе не нравятся. Вот. Обваловываются. Ну и так далее. Всех начальщик ругаешь. Вот. И Иисус говорит, что те, кто судите, почему будете судимы. То есть Он говорит, что они верующие. Потому что неверующие они будут судимы. Да. Это будет страшный суд. Вот. Если ты говоришь убить, а он не убить. К тому же, вот, например, сам материчный. Материчный. Вот. А ты говоришь убить. Всех надо поубивать. Уничтожить. Какой же там Бог в Душе? Нет Бога. Потому что Бог есть любовь. Наш Господь Иисус, Он есть любовь. Он этому научит. Он научит любить в рабовстве, благословять в рабовстве, молиться за рабовстве. Вот. Он молится за всех начальствующих, за всех простых властью, за божественным, за стиху и безнятежным. Во всяком. Во всяком. Во всяком. Во всяком. Во всяком. Господь Боже. Соединенное нам благословит Бога наследованное божественное, во всем. И поэтому, раз startupsытого и безнятежного божественного божественного благословWh. Вот. Иблия говорит о том, что их посетительница учится, как Корея. Вот в Иблии написано «выуды», «выуды». Нужно открыть и посмотреть. Господь приописывает в послании Иисуса. В Иблии написано «как Содом и Гамора, и окрестные города, подобные не блудодействовавшие, ходившие за иной путь и поддержившие тканье огня вечного, поставленной цене». Так точно будет и с теми мечтателями, которые отвергают начальство «выуды». Иблия говорит о том, что нет власти не от Бога. Иблия говорит о том, что нет власти не от Бога. Выписано «выуды», а не «выуды». Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, скурия Майкейн-цени, не у праздники у коридинного суда, он сказал «выуды», 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 «выуды». И даже вот нам не надо материть дьявола, золословить его, говорить какой он плохой, обзывать его плохими словами. Вот здесь Библия говорит о том, что нам нужно просто изгонять бедных и все говорить, убирать прочь во имя Иисуса в Петербурге. Потому что мы видим в Евангелии всех, мы видим, чтобы Иисус был в Евангелии. Он даже с Фатаной разговаривал нормально. И в Библии описано, как Фатанат пришел в Господу и начал оборвивать и разговаривать. И просто Господь делал диалог, то есть нам нужно вообще благословлять, благословлять, благословлять. Конечно, дьявола мы не можем благословить, но людей, которые, ну, братья Сатаны, нужно благословлять. Вот. Но я знаю верующих таких, которые ругаются, прям, они вот эти такие, прям, с такой ненавистью ненавидят, что Сатану уподобляют и Сатане. Потому что и он, и Сатана радует нас, таким христианам, которого ненавидят. Потому что он хочет, чтобы в нашем сердце именно была ненависть, такая извозь. Знаете, вот. Чтобы стать подобными Сатане, вот нужно вот так вот ненавидеть Иисус и ругать Сатану и так далее. Вот. Вообще на него не надо обращать внимание и много там ему уделять разговор о нем. Лучше прославлять и поклоняться Господу и говорить о нем больше. Потому что вся Библия, здесь вся Библия написана об Иисусе Христе. А про дьявола там всего два места всего. Ну, там три. Вот. Но нет такого, чтобы все время было написано Сатана, Дьявол, Сатана, Дьявол. Нет. Есть эти верующие, которые на языке слово Дьявол чаще, чем слово Бога. Вот. И поэтому нам нужно больше думать о Боге, поклоняться Ему. Когда ты поклоняешься Богу, вот ты раздражаешься Дьявола. Он не выносится, когда Богу поклоняется, и он снова с того, как уходит. Он сбегает. Но если ты ругаешь, то он, наоборот, приходит и там Амфибет это делается. Это значит нашему ругать дьявола. Вот. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом историю Моисеевым фильмом, не смел предместил коридного суда. Он даже не укорился. Он просто сказал, да запрети тебе Господь. Все. Ну, он был ангел. Архангель Михаил, это Архангель Михаил. Он Архангел. А мы дети Божьи. Ну и поэтому мы можем запрещать. Это нет. Он дал нам благо Господь. Господь, что с тобой надо запрещать. Я буду запрещать. Это нет. Вот. Поэтому Архангел говорил. Когда он делал, он говорил, да запрети тебе Господь. Вот. Но не укорил его там ничего. Не делал не укорить его. Да. Но когда мы читаем Деяния апостолов, да, то мы видим, как вел себя апостолов Павел. Вот. Вот. Например, был случай с Ильимом, с Ильимом волхвом. И он очень строго приказал, значит, «Ах ты, сын дьявола!» Короче, начал его ругать. Вот. «Доколе будешь запрещать прямых статей Господних?» И ты будешь слепым. Вот. Прокрил его, короче. И не увидишь где-то одно слово. Вот. Давление. И, короче, осветил его. Вот. И все там чуть ли от страха, аж не знали, что делать после этого случая. И они убаялись свои. Возвеличивали Бога после этого случая. Вот. То есть страхом, понимаете. Нагнал страхом апостолов Павел на них. В этом случае. Вот. То есть таким образом он, значит, проклявал этого. Для него волха Варий Иисуса. Варий Иисуса вызвали его. Он был лжепророком. Вот. Вот. У него даже имя похоже на Иисус. Но Варий. Вот. Варий Иисус. То есть это уже пророком. Он якобы говорил им о Господе, но на самом деле он уже пророком. И противился очень сильно в проповедии Евангелия. Вот. И апостол Павел ему сказал. Вот. «Ты сын дьявола, докуда будешь совращать принос к путей Господню». Очень строго сказал. Будешь смысл. И мы видим, да, что когда в нашей жизни случается что-то, да, вот, такое плохое, вот. Рано или поздно мы это сами рождаем. Это нам нужно специально вот именно любовью Господа. Тогда мы сможем отдаваться любой другим. То есть мы будем сейчас вот чем-то вот негативным. Вот, например, с неба, да, Апортула Павла и Ялсуев, когда он шел домой, да, чтобы, значит, арестовывать всех христиан. Вот. И он пришел, чтобы арестовывать, значит, всех, кто верует, следует учения Иисуса Христа. Вот. И тут с неба он был фарисеем. И, короче, сигнал христиан убивал, сказал христиан, кто такой, как убирал его в этих христианах. Его оселил в след и кровь шел на след. Вот. Ну, вот это вот несчастье пришлось. Он в след. Он три дня ничего не сделал, не сел, вот, был в шоке. Вот. И тут Господь ему посылает, значит, верующих христианинам, который исцеляет его от слепоты. Вот. И вот апостол Павел, когда был в такой ярости, да, проклял этого, был же пророка. И он сказал, ты будешь свет. То есть он поселил то, что с ним получал раньше. Вот. То, что он тоже был слепой. И так же, кстати, возили ему логово. Тоже его проклял. Он сказал, ты будешь свет, не увидишь солнце до следа. Ну, за то, что вот он тоже будет. То есть, поступил подобно тому, как Иисус Христос, когда явился к нему, да, и наказал его за то, что вот он идет противорожно, идет против христиан. Вот. Иисус Христос тоже вот он свет от этого света, которого он увидел. Потому что другого способа остановить этого с Богом было остановить. А Павла была невозможна. В смысле, что именно апостола Павла. И поэтому Богу пришлось так сделать, прийти к нему лично и лично с ним поговорить. Вот. И апостол понял тоже так же, чтобы останавливался уже пророка. Порой нужно проявить, трогать, да. И вот то, что с ним происходило раньше, то есть там тоже был ответ. Он пророчествовал на это. «Я и нему Богова», да. И он, конечно же, ответ Бога бы наказал. Но это вполне возможно для того и любви к этому уже пророку. чтобы он остановился и перестал уже пророчествовать и мешать распространению Царства Бога. Это был, может быть, единственный способ остановить этого уже пророка. И это был единственный, невозможно для него, ну, единственный способ, чтобы он прийти этого человека к покаянию. Чтобы он тоже покаялся и, значит, тоже сохранять Евангелие и так можно, невозможно. И поэтому Бог с каждым человеком работает по-разному. Вот. И все это он делает для того, чтобы человек мог его познать, для сильных статей, для сильных сознаний. Даже если что-то такое плохое в жизни происходит. Вот. Это не для того, чтобы нас убить, а для того, чтобы нас спасти. Аминь. И мы знаем, да, что Иисус один ключи от ада и земля. То есть, может, я так верю, вот, я раньше меня учили, что если в ад попадет, то все же невозможно от тебя быть. Вот. И меня так учили долгое время. Я так верила, что невозможно от тебя быть. Вот. И там случилось. Потом я читала много свидетелей по христианам, которых Бог отправлял вас и показывал вам, что там, чтобы они приходили уже на землю и рассказывали, что вы там видели. То есть, он может вывести оттуда человека. Вот. Но он туда привозил верующих, вот, чтобы они посмотрели, что там. Не только верующих, но и неверующих тоже привозил туда посмотреть. И выводил их оттуда. Вот. И говорил им, ну, чтобы они рассказывали всем. Потому что не было другого смысла, потому что больного взрослого. Вот. Бога. Разными способами Господь действует. Вот. Вот. Я теперь вижу, что Бог может быть и преисподним. Даже и все человек. Вот. Много может и сильно молиться правильное. И вот недавно. И вот недавно я стала молиться о том, что, то есть, и мои родители, не только. Я уже думала, что дети, которые умерли, которые ни разу не пришли в Англии. Они уже все потеряли. Мне было так жалко. Думаю, ну, как же так, Господь. Почему, вот. И почему, вот. Ты меня спас. Вот. Они ни разу не слышали о Боге. И вот они учат. И в этот воду личность. Вот. И вот недавно я стала молиться о том, чтобы Бог их вывел из Задов. И сегодня, во всеми длинные, действительно туда попалит. Вот. Чтобы он их спалил всем. Соломолит за этот рост, которого удобнее меня и Бог поднимает. Во имени Иисуса Христа. Потому что Иисус не исключает адрес смерти. Он отобрал ключи дьявола, и все эти ключи адрес смерти находятся у Иисуса Христа. Он тот, кто отворяет двери, и никто не может сотворить. И он тот, кто отворяет двери, и никто не может сотворить. Аминь. Давайте в комментариях поднимем. 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 Давайте в комментариях. Давайте в комментариях. В комментариях поднимем. В комментариях поднимем. В комментариях поднимем. В комментариях поднимем. Откроем с вами 1 Иоанна 5 глава 1 стих. В комментариях поднимем. 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 Он – Отец нашего Господа Иисуса Христа, Он – Отец Сына Божьего, Которого Бог, Которому верует, верующий Сына Божия, Иисуса Христа, да, и имеет жизнь вечной. Не верующий Сына Божия не имеет жизни вечной, но пребывающий, да, но имеет Божий, пребывая на Нем. Вот, всякий любящий родившего, и рождённого, любит и рождённого от Него. То есть, если ты любишь Небесного Отца, самого Небесного Отца, ты любишь, значит, ты любишь того, кто рождён от Него. А кто рождён от Него, от Бога? Рождённого написано с большой буквы. И родивший, тоже написано с большой буквы, родивший, это Отец Небесный, а рождённый, это наш Господь Иисус Христос, это Его Сын. Вот. То есть, если ты не любишь Иисуса Христа, значит, ты не любишь самого Отца Небесного, не любишь Бога. Поэтому все религии, да, которые не принимают рождённого Богом, Отцом Иисуса Христа, значит, они не любят Бога. И они не рождены от Бога, не рождены от Бога. То есть, не рождены от Бога. То есть, если ты, всякий верующий, что Иисус, День Христоса, Бога рождённый. То есть, здесь говорится о рождении свыше. Мы должны понимать, да, что те люди – это дети Божьи. Все люди – они дети Божьи, потому что от Бога все. Вот. От Адама и Иисуса. Вот. А Адам – это, действительно, сын Бога. Вот. Он его сотворил, конечно. Не родил Адама, а сотворил. Вот. Но всё равно это, получается, как бы от Бога творение. Вот. Божий. Вот. И… А Иисуса Христа Бог родил. Понимаете? Это разные вещи. Либо ты крепил снегурку из снега, либо ты родил снегурку. Ну, вот. Девочку, да, которая нарядилась костер-снегурочкой. Вот. Это разные вещи. Либо ты рождён, либо ты сотворён. Так вот. Мы с вами, конечно, сотворены и рождены. И здесь вот в этом, в этой главе, в первом стихе написано именно о рождении свыше. Всякий верующий, что Иисус есть Христос. То есть, ты верующий, что Иисус есть Христос. Поматывание. Ты ощущаешь, что поматание на тебе. Ты рождён от Бога. И всякий любящий, родившего. Вот я люблю родившего. Люблю родившего. Люблю родившего. Люблю и рождённого от Него. И, естественно, мы любим брать и сестёр во Христе Иисусе, которые тоже рождены свыше, потому что они тоже рождены не одновременно, они рождены свыше от того же самого Духа Святого, от которого был рождён Иисус Христос, Сын Божий. Аминь. Дальше размышляем. 1 Иоанна, 2 глава, 29. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякие делающие правду рождённых не будут. Иоанн Богослов пишет в Иисусе Христосе, что если мы находимся в Нём, мы будут деятелем, и мы знаем, если мы знаем, что Он праведник, конечно, Иисус Христос праведник. Я это знаю. И я знаю то, что всякие делающие правду рождённых не будут. Поэтому те люди, которые говорят, что Бог должен быть в душе и творить зло, всех убить, расстоять, разрубить, что Он говорит. В Нём нет любви. Он не может делать правду. Это человек нерождённый Богом. Который раздражает Богу, грехами продолжает, не хочет раздражать, избавляться, отпущаться. Он нерождённый Богом. Поэтому мы знаем, что всякий делающий правду рождённых Богом. То есть даже просто как-то старается, знаете, жить, ну, ходить перед Богом, делать правду. Такой человек, рождённый Богом. Если он знает, что Иисус Христос праведник. Во-первых, Иисус Христос праведник. Такой человек должен. Я могу себе сказать, что я знаю, что Иисус Христос – это праведник. Во-первых. А во-вторых, всякий делающий правду рождённых не будет. Но если я даже ничего не делаю, какого-то зла, то вот, если не делать, значит, ты делаешь правду. То есть ты делаешь зло, вот. Делаешь правду, то ты рождён от Иисуса Христа. Рождён от Иисуса Христа. Ты рождён от Бога. Потому что Иисус Христос и Бог – это одно. Там Иисус сказал «Я и Отец одно». Он себя вообще никак не разделял. Он – одно с ним. Так же, как Иисус Христос сейчас не разделяет нас с собой, а отождецяет нас с собой и говорит, что мы из тела Его. Мы кость от кости, и Господь от кости. Вот. И наши тела, Он делал храм Святого Духа. Мы теперь не свои, но свои Бога. Мы являемся в демонстрируем Бога. Мы являемся в демонстрируем Бога. Видно, что Он освещается, что Его жизнь меняется, что Он стремится к Богу, что Он хочет как-то для Бога что-то делать. Он меняется для жизни. Он уже не матерится, как раньше. Он уже стремится избавиться от принятых привычек. Он уже не разговаривает, как раньше. Он уже начинает не грубить, как раньше. Он уже не скандалит, как раньше. Он уже не ворует, как раньше. Он уже не ненавидит, не восходит, как раньше. То есть, Он видно, что делает правду такой человек. Значит, он рожден от небесного отстанца, он рожден от Бога, он рожден от Иосифа Христа, он рожден от Отца Вечности, от этого маленького младенца, который пришел, он рожден от Него. Аминь. Дальше идем. 1 Иоанна 3, глава 10. 5. Дети Божьи и дети Дьявола узнаются так. Все эти, не делающие правды, не видят Бога, равные и не видящие брата в свеку. Вот как может проявляться наша любовь к нашему брату? Ну вот брат во Христе или сестра во Христе. Сообщение. Любовь начинается. Сообщение. Если ты общаешься с твоей сестрой, со своим братом во Христе, значит, ты любишь. Если не общаешься с этим братом во Христе, значит, ты не видишь. Ну, конечно, мы со всеми по всему миру с праздниками общаться не можем. Ну, просто физически, да? Ну, молиться за них мы можем. Что-то делать за проблением. Потому что мы можем молиться, и эта молитва может достигнуть всех наших братьев после всех от самого мира. Всякие, не делающие правды, не есть от Бога, равные и не видящие правды. То есть дети Божьи и дети Дьявола узнаются так. То есть, если этот человек дитя Дьявола, то он, написано, не от Бога и не делает правды. И тот, который не любит христиан, не любит верующих, это тоже не может быть от Бога. Такой человек не рождество, не дитя Божье, такой человек дитя Дьявола, это точно. Но он не делает правды. Вообще никак не стянулся от Бога, не решение делать. Вот. Такой человек не есть от Бога. И он не любит брата. Не любит христиан, не любит верующих. Ненавидит верующих. Даже вот Слово Божие, любое Священное Писание его раздражает. Это уже явно, что у меня Бог, человек, потому что человек Божий, он не любит Слово Божие. Человек Божий, это, Священное Писание, это пища для христианина. Если человек не любит Слово Божие, он не от Бога, он не может быть от Бога. Конечно, человек может делать, например, то, что в Библии написано, он не знает, Священное Писание, он может делать. Священное Писание, он может быть от Бога. Не хочет отпещаться, например. Вот. У него еще нет откровения такого, что вот нужно отменить, отпещаться. Нет такой особой жажды и нужды вот искать Господа. У меня такая жажда была сразу, поэтому я начинаю сразу искать, я не знаю, повезло ли мне или не повезло, но я вот такая. Я вот такая, сразу искать Бога, сразу стала читать Библию. И для меня это было, это стало уровнем моей жизни, вот, это стало моей, это стало навыком, это стало моей привычкой. Я уже не могу жить, чтобы Библию почувствовать. Для меня это все равно, что не умыться, не ходить в туалет, не почувствовать дубу, ненавидиться, не накраситься. Это одно и то же, что я буду чувствовать себя, как будто бы я грязная. Слово Божия, оно, в виде инфекции, оно утешает нас, оно очищает наши сердца, вот. Оно просвещает наш разум, оно принадлежит на любое слово. Вот. Поэтому невозможно быть верующим и не читать Библию. Или хотя бы не слушать Библию. Или хотя бы не слушать Бого Божия, или хотя бы не общаться с ее общими. Вот. Поэтому, если хочешь иметь жизнь, и посвященными, то, посвященное писание обязательно должно быть руководством своей жизни. Аминь. Давайте с вами пойдем. Родивши рожденного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Аминь. Однажды мой пастор сказал, что если ты являешься учеником Иисуса Христа, то ты обречен на успех. Поэтому давайте все будем учиться у Иисуса Христа. Как мы можем учиться Иисуса Христа, если мы не будем ходить в церковь, если мы не будем пребывать в твой любовь, если мы не будем молиться. Поэтому нам нужно быть учениками Иисуса Христа. Это заповедь Божья. Это заповедь Иисуса Христа, чтобы мы любили друг друга, как Он возлюбил нас. И поэтому нам нужно учиться у Иисуса Христа. Если мы любим братьев, сестер, христи, да. Вот. Как-то проявляем, как-то хотим. Вот. Как-то молимся за них, знаете, даже если мы не имеем возможности с ними общаться. Каким-то образом мосты строим к ним. Вот. Если вы имеете любовь между собой, то вы, потому, знаете, что вы мои ученики и будете иметь любовь между собой. Иисус Христа. Конечно, если братья Иисусы христиане грызутся друг с другом, между церквями там конкуренция какая-то, то ясно, что ты не ученик Иисуса Христа. Вот. Я не знаю, кто ты, может быть, просто религиозный человек, но не ученик Иисуса Христа. И Иисус говорит, я закладываю новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Бог желает, чтобы мы любили друг друга, как Он возлюбил нас. Иисус Христа. Наш Господь Иисус любит нас очень-очень-очень сильно. Так сильно, что же жизнь твоя из-за нас осталась. И Он говорит, нет больше той любви, как если кто положит душу Свою за друзей Свою. И Иисус Христа называет нас своими друзьями. Он единственное, кто положил за нас души Свои. За благодетеля, может, кто из нас не согласится умереть. Но за врага никто не будет умирать. А Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками, когда мы были его врагами. Вот. Он так сильно любит нас. И поэтому Он говорит, любите друг друга, как я возлюбил вас. Даже если тебе кажется, что свой брат или сестра не соответствует твоим критериям, не соответствует твоим ожиданиям. Вот. У них много недостатков. У них там еще грехи какие-то остались, которые тебя раздражают. Бог говорит, чтобы мы любили друг друга. Ты можешь молиться. Не надо его там обсуждать за это и ругать, укорять. Потому что Бог не укоряет. Он не гнился и не укоряет на детей Божьих, на Христе. Я имею в виду рожденных верующих. Не укоряет, не гнился на них. И в чем справляется любовь наша к таким братьям и сестрам, которые младенцы, у которых еще не выросли духовно. И в частности это ошибки. Молиться за них. Аминь. Завтра ведь новую даю вам. Доведите друг друга, как я вас удивляю. Если в таком цепи живет этот Дух, рано или поздно он начнет меняться. Аминь. Потому что невозможно жить со Святым Духом и не изменить. Аминь. Потому что если у тебя живет Святой Дух, ты новое творение во Христе Иисусе. Это уже не твоя природа. Сидеть грешниками и с ними грешить. Ты не будешь получать с этого удовольствие. Как это было раньше, когда ты служил Дьяволу и не имел Сына Божий. Если ты имеешь Сына Божий, ты будешь несчастным. Как хамелеон, знаете, он... Она не может... Мне говорили, что если накречиться его положить, что двумя разными летами, то он взорвется. Потому что он не знает, в какой цвет ему преобразится. Может, хамелеон он... Куда его положишь, такого цвета он не становится. Вот. И... Нам нельзя быть хамелеоном. Если ты приходишь к грешникам, как это Иисус, ты встретишь там. Сиди красивого и разгощенного рода, Которого он засияет и восхитил его в мире. Пишется в «Портал Павел». Вот. Если ты находишься в виде верующих, там ты уже не встретишь. Потому что мы все свет в этом мире. И только в этой земле. Мы светим только, когда идем грешникам проповедовать, когда мы придем грешникам служить. Вот. Тогда мы светим. А в церкви мы просто свет. Мы свет. Мы свет. И только какая-нибудь... Какой-нибудь грешник не придет в церковь. Первый раз там. Второй, третий раз. И он... Он начнет спорноваться со Христом. Но это еще не значит, что он не взяться в церковь и со Христом. Он просто зайдет в помещение, где собираются верующие. Потому что вот это она тоже может прийти в церковь. Вот. И мешать благослужениям, мешать Девам Божьим. Вот. Все эти раздоры между братьями, может прийти в такой человек, который не служит Богу, а наоборот. Вот. Поэтому не все, кто посещает церковь, являются людьми Божьими, даже так могу сказать, не все являются людьми Божьими, свыше, которые приходят к храм, молятся в церковь. И даже такие люди, которые молятся, чтобы там... кому не повадно было, там, отомсти за меня Бог, там, сделай так, чтобы он его там... все плохо было. Ну, это всего рода колдовство, такое молитвое дело поклонство. Это не от Бога молитвы. всякие, там, гадания, вражба. То есть всякая, всякая-то нечисть. И главное, молятся во имя Отца, от церковь этого духа, уже вообще ужас какой-то. Это не ученик Иисуса Христа. Это просто дьявольская молитва. Сырагиара, сервиспечинка, скиллы, они хотели изгнать в детство имени Иисуса, которого Павел проповедует. Но Дух, этот двой, Он им сказал, я Иисуса знаю, Павел, а вы кто такие? И они надеялись и удивили. Ушли от Него. Ведь это от Него и дети Божьи. Потому что Бог дает слать верующим, да, сколько детям всем Божьим рожденным свыше. И это духовно можно только уметь. Вот сам человек, он знает, внутри него есть свидетельство от Бога, он имеет Бога в себе и не имеет. И апостол Павел поэтому говорит, если только Иисус Христов в вас, если кто Духа Христова не имеет, тот и не Бог. То есть не степенно оближает Богу, те, которые лежат в церковь. Поэтому нам нужно смотреть, наблюдать от Сиборьника, от Сиборьника, от Сиборьника и от Учения. От Бога ли мы или нет, это можно определить священным писанием. На основании священного писания подтверждается наша вера. Мы не можем опираться на какой-то голос, непонятно откуда. То есть все должно подтверждаться через священное писание. Потому что голос может прийти от дьявола, ты можешь шептать, там есть по именицу, прийти к тебе. И ты можешь сказать, что это мне Бог сказал. На самом деле Бог такого не говорил. И если ты пророчествуешь, там какую-то ложь, говоришь, что Бог тебе сказал, и это не сбылось, это точно не Бог тебе говорит. Потому что когда Господь говорит, это всегда сбывается. Это всегда происходит. Поэтому мы таким образом определяем, кто говорит именем Господнем, пророчествует вождь, именем Господнем, а кто говорит истину. Аминь. Давайте с вами запоем. То есть мы знаем, да, что те, кто от Бога, те любят Иисуса Христа, и любят друг друга, да, и те, кто ученики Иисуса Христа, они, Бог говорит, нам много запоедей дает, чтобы мы друг друга делились. Давайте с вами запоем. Давайте с вами запоем. До новых встреч! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если Бог тебе просил весь свой долг, разве ты не можешь простить маленький долг кому-то, кто тебя обидел? Сколько ты был врагом Бога, сколько ты дьявола, сколько ты Бога раздражал, Бог тебя простил. Ты можешь, и ты имеешь способность, имеешь Духа Святого, и ты не можешь попрости Бога, помоги мне Господь простить. И Слово Божие говорит, что Иисус проповедовал еще Верхом Завете, то есть когда Новый Завет еще не вступил в силу. Мы видим, да, как нужно было прийти к Небесному Отцу, вот, и дети Божьи, вот, они, и Бог, Иисус говорил, что те, кто слушает вас, тот от Бога, кто не слушает вас, тот не от Бога. То есть есть люди, которые от Бога, а есть, которые не от Бога. То есть те, которые от Бога, это все дети Божьи, уже предопределено, что это дети Божьи, потому что они от Бога уже, и Бог хочет статистик, ну, как раз так, хотя он всех может статистик. И как можно, как человек будет слушать Слово Божье, то есть он хочет слушать Слово Божье, поэтому он идет, ну, просто необходимо слушать Слово Божье, прибыть в Слове Божьем, поэтому Иисус говорит, что-то Бога. Если в тебе есть Дух Святой, он жаждет просто Бога, он просто жаждет Слово Божьем, вот, и поэтому Иисус и сказал, что кто от Бога, тот слушает вас, а кто не от Бога, тот не слушает вас. И вот Бог, и Иисус проповедовал закон, то есть здесь мы видим, что Он проповедует закон, потому что закон тебя подруженывает въезде. То есть какое-то условие ставит. И вот здесь тоже есть условие, при каких условиях ты можешь пройти к небесному Отцу, на молитву. Только если ты простишь свои права. Если не простишь, то ты не можешь, Бог тебя не прощает. Ты остаешься от его реха. Это по закону. Это закон Господь Иисус проповедует закон. Но так как мы живем сейчас в новом завете, уже мы перешили в царство с мы, в царство возлюбленного сына Божьего. Бог бы нас не пустил в нашими грехами, в царство возлюбленного сына своего. Нашими грехами мы нас бы не пустил, потому что там нет ничего не чистого в царстве Божьем. Поэтому по новому завету ты уже прости у всех всех врагов. Вот, только тебе нужно в это поверить, принять тот факт, что ты проникил всех врагов во Христе. Вот, и даже тот грех, что ты не можешь простить и долгое время, может быть, не прощался врагов, этот грех прощен. Тоже по новому завету, вот, и поэтому ты вошел в царство. Бог тебя уже ввел в царство возлюбленного сына своего, по новому завету. И сейчас по новому завету, когда приходится на небесный отцом, вот, может для мгновения приходить, приходится о благодати. А вот это неблагодать, то, что мы часто читали, когда встретите на молитве, прощайте, что не имеете на кого. Это неблагодать, это закон, вот, который ставит тебя условие. Если ты будешь хорошим, тогда приходи к Богу. Если будешь плохим, значит, не приходи, вот, не услышат твою молитву. А здесь мы приходим к директору благодати, даже если ты с грехами приходишь, это благодать, это милость Божия. Твои грехи похоронены, Бог не видит твои грехов, потому что они похоронены в Христе. Они уже наказаны в высущих христе, все твои грехи. Вот. Прошлое, настоящее, будущее. И ты приходишь к Нему как дочь, как сын, к престолу благодати, для благоверительной помощи. Вот. Поэтому не путайте, когда вы приходите, еще не пришли, не дошли до Христа, а не приняли Его и молились. Ну, вот, допустим, религиозный человек, который молится, чтобы Бог его спас. Он еще не уверен, такой человек спас его, он не спас его Бог. Вот. Но верующий в высоту Христа, он уже знает точно, что Бог его спас. Что мы уже сидим, посажем, сильно, или так, Христи, что мы уже... прощены, что мы уже освящены, что мы уже имеем мирный плод праведности. То это мирный плод праведности. Верный плод праведности – это вот, Иисус Христ, вот, уже его имеют. Аминь. Поэтому детей Божьих Бог не укоряет, не гневается, не наказывает. Он, закон только наказывает детей Божьих до тех пор, пока они не придут к Христу. Что закон – это действоводитель к Христу. И поэтому, вот, мы приходим, значит, к Небесному Отцу для того, чтобы Он нас прощил. Мы просто много прощений, принимаем Иисуса Христа, он нас прощил. Все, мы пришли к Небесному Отцу. Чемообразно получается. Вот. И Бог переводит нас в старство смысл, старство воздевленного сына. Все. Теперь, зная свое положение во Христе Иисусе, что мы уже переведены в старство смысл, старство воздевленного сына Божьего, мы уже понимаем, что мы уже можем приходить к Небесному Благодателю. Без всяких «Если», без всяких условий. Аминь. Сейчас мы будем петь песню, которая называется «Если не прощают». Это для тех детей Божьих, которые еще не отошли до Христа. Вот. Мы поем, потому что все дети Божьи должны прийти ко Христу. И мы сейчас поем эти песни религиозные, да, «Закон» поем. Поем «Закон», потому что все дети должны Божьи прийти ко Христу. Это песни, которые разделись для того, чтобы привить к тебе Бог, привить к тебе Христу. То есть, как только ты принимаешь Христа, все. Ты уже близко к Богу настолько, просто ближе некуда. Ты уже свой для Бога. Про дня. Все. Ты рожденный свыше. Детя Божьи. Есть дети Божьи, которые не рожденные свыше, а есть, которые рожденные свыше. Дети Божьи. Это разница большая. Есть дети Божьи, которые еще идут только ко Христу, но не дошли до них. Как только принимают эти ко Христа, все, они уже рожденные свыше. Если ты имеешь Духа Христова в себе, ты рожденный свыше, ты во Христе, ты в Нем, ты знаешь свое положение в Христе, то есть, кто ты в Нем. Аминь. Все. Тебя Бог уже перевел в царство, и спать то. Аминь. Если еще не дошел, то поем песню, если не прощает. Так, давайте споем. Мы уже всех простили. Так, как Божьи уже пришло. Бог нам уже все простили. Мы будем это петь. Мы будем онче наш петь, чтобы Бог нам простили уже все наши греши. Чуть позже. Сначала мы споем и не прощаем. Для тех детей Божьих, которые хотят на себе ко Христу, принять Его и войти в царство. Можно. Приглашаем их. Приглашаем их. Приглашаем их. Приглашаем их. Тебя пеняю. Если не прощаю. Если не прощаю. Если не прощаю. Если ты пламя сполняешь, сердце миром наполняешь, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Аминь Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 я бы родился, чтобы эти развалины, ты все измени и займешься за Христа. И я провоклашаю, что мой город – это столица Сахарина, займешься за Христа. И ты – Бог, который любишь делать невозможное займешься за Христа. Люди устали от этой черноты и у них депрессия от того, что они видят вокруг. Я молю тебя о том, чтобы наш город просветал, чтобы люди сами просветали морально, духовно, материально. Во славу Твоей жизни, Твоей мельче за Христа. Гос, наша церковь – это источник, путеводитель к Христи, к Тебе во имя Иисуса. Чтобы люди приходили, каялись, спасались и достигали познания за всем. Моли Тебя обо всем Твоем народе, спаси весь народ из родной эпохи меня, во имя Иисуса Христа. Иисуса Церковь ничего не имеет нужды, которые сохраняют в Батвии Царства Божьего по всей Вселенной через нашу Церковь. Иисуса Церковь. Ты знаешь наши нужды все, благодаря Тебя, что Ты их восполняешь. Ты Бог, конечно, дай, щедр, многокровный, и у Тебя хватит благословения для всех. Это не как в Верхом Завете было, что если одного ты благословляешь, то другой не может быть благословен. А по новому Завету ты можешь благословить их и каждого, чтобы все были счастливы и никто не был счастлив за счет кого-то другого. Потому что Ты сам обмещал, чтобы мы обогатили Своей нищету. И Ты сам был изъязвлен, изрублен, изродован и убитен для того, чтобы мы жили, и чтобы мы были исцелены, чтобы мы были твоей прекрасной невестой. Ты был голоден, Ты был разъезден для того, чтобы мы были сыты и одеты своими искусствами. Поэтому для всех людей, для всего мира, хватит благословения своих, своими искусствами. Ты пришел для того, чтобы мы имели жизнь именно судьбой. А вот дьявол пришел для того, чтобы у каждого идти погубить. Слава Тебя, Господь, что мы нашли Тебя, и что мы верим в Тебя, найдем за Тобой и ждем Тебя, чтобы пришествие второго восхищения в Церкви и бодрствую замолим всем за именемство Христа. Мы верим, что ты держишь нас в твоих израненных руках. Ты нас никогда не оставишь, никогда не покинешь. Ты утешитель на наших скотях войны искусства. Ты никогда не опаздываешь, чтобы воскнуть нашу нужду в войне искусства. Благодарю тебя за то, что такие перспективные чудеса, которые крайне пользуются в жизни. Вчера заработал все, что, естественно, чайник, который сломался. Я благодарю тебя, Господь. И там работает хорошо. Слава Тебя, Господь. И духовка работает. Слава Тебя, Господь. Во всех сферах нашей жизни. Духовной, душевной и физической войны. Слава Тебя, Господь. Слава Тебя, Господь. Слава Тебя, мы побежим за Тобой. На этом разрушил церковь церковь. Слава Тебя, Выходим за раковую церковь. Их телевизионного церковь. Слава Тебя, Господь. Слава Тебя, Господь. Возвращая Русского церковь. Малата есть из всех благ. Субтитры создавал DimaTorzok Добавляем 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 DimaTorzok